Вчера мы с вами начали законы Чувы, мы закончили, начали с того, что есть разные уровни Чувы. И мы сказали так, что когда человек начинает делать Чуву, как только он встал на этот путь, Всевышний считает, что он уже ее полностью сделал. То есть он ему дает время, добавляет ему годы жизни, чтобы он закончил то, что он начал. Второе мы сказали, что человек, который более скромный, человек, который более культурный, человек, который более порядочный, еврей, нормальный еврей, он чувствует боль, когда он грешит. И ему больно из-за того, что он огорчил Всевышнего, что он пошел против его боли. И вот эта боль и стыд, которая есть у еврея за его предыдущие грехи, это самое большое искупление его грехов. Как мы говорили, когда человек попадает в гееном, где он горит, он горит в огне своего стыда. Ему показывают, кем он мог быть и кем он остался. И тогда говорят, что хайфи зиндагим. И мы сказали, что каждый шаг на пути чувы приводит человека все ближе и ближе ко Всевышнему и все ближе к тому уровню, которого он хочет достичь. К тому культурному, образованному, нормальному, скромному человеку, которым человек хочет и должен быть. Это была у нас стратегия первая, первая стратегия из десяти стратегий, которую нам советуют мудрецы. Вторая стратегия говорит, это была, что мы должны встать на правильный путь. Вторая стратегия на восемнадцатый день по этой книге Павлова Чува Силачевы говорит, что мы говорили, должны делать маленькие шаги. Человек, который начинает что-то, не нужно прыгать, не нужно бежать, сломая голову, а нужно делать маленькую цедаку. Спрашиваетесь вопрос у еврея по имени Ари. Есть у него тысячу долларов, чтобы отдать на цедаку. Что лучше сделать? Отдать тысячу долларов сразу одному человеку или дать по десять долларов сотни человек? Объясняет Рамбан и говорит, что лучше давать чаще, но маленькие суммы. Почему? Тогда человек приучит себя быть человеком дающим. Чем один раз даст много, один раз дал и забыл. А здесь каждый раз, уже у него автоматически пришел цедаку собирать, рука в карман, чтобы что-то дать. Он уже будет себя чувствовать и представлять, как человек отдающий. А когда мы даем наем службе, что она покупает, что-то плохо. Это тоже хорошо. Большая сумма, что ли? Побольше покупаешь. Такой большой день, поэтому побольше даете. Поэтому, говорит так, то, что касается дел духовных. В духовности и в связисти все зависит от количества действий, от количества добрых дел, которые человек делает. Несмотря, какое бы огромное влияние, большая митцва не оказала человека на человека, и как бы в лучшую сторону он не изменился из-за какой-то большой митцвы, из-за какого-то большого дела, 100 маленьких митцвот сделает его, в конце концов, и окажет на него более большое влияние, чем одна огромная митцва. 100 маленьких, результат будет больше, чем одна большая. То есть даже по доллару на дас, это не будет 1 плюс 1, 2 плюс 2, 4. Это будет 8, это будет 20. Результат маленьких митцвот намного больше, чем одна огромная митцва. Кроме того, изменение человека или изменение любой вещи не происходит за один раз. Человек, который хочет меняться, это процесс, и каждый шаг, каждая ступенька в нем очень важна. Когда человек начинает вот это изменение в себе, то, что он делает, он питает в себе потенциал, который вот эти маленькие шаги превращается, как человек делает маленький сноуболл, снежный шарик, и бросает его с горы, и что превращается? Он крутится, крутится, собирает на себя весь этот снег и превращается в огромный шар. Также вот эти маленькие шаги, которые человек начал на пути чувы, в конце концов, имеют потенциал оказать на него влияние, как вот этот огромный снежный шар. И он приводит пример, который мы с вами не раз приводили. Рувен хочет подкачать свои мышцы. Что он берет? Идет в Sports Authority, покупает себе гантели по 150 паунтов, ночью начинает заниматься раз-два, у, что-то там заболело. Завтра так, третий раз уже забыл про гантели. Шимон тоже хочет немного подкрепиться. Он что делает? Он идет, покупает себе гантели по 20 паунтов. По три. По три. И каждую ночь поднимает по 15 паунтов на неделю. Через неделю он увеличивает это еще на 5-10 паунтов. И так раз за разом, раз за разом, через несколько месяцев он уже начнет поднимать по 150 паунтов. Точно так же говорит. Каждый шаг, каждое повторение маленького шага, каждая маленькая победа над Ецерара, как, например, молитву в меня, которую человек не пропустил, или саркастическое замечание, шутку, подкол, укол, который он хотел сделать, но он не сделал, добавляют силы Ецератов. Так пишет Сифте Хаим. Поэтому он говорит, и точно так же Ецерара строит маленькими шагами. Ецерара человека от Бога сразу не уводит. Он уходит постепенно. Маленькие шаги. Поэтому он говорит, вот это наша душа воюет. С этим Ецерара. Как мы воюем? Выбирая каждый день, каждый час, каждую минуту, что мы делаем. Мы делаем митву или нет? Каждый раз, когда мы выбираем митву, мы усиляем свою душу в духовном смысле. Мы усиляем свое тело. И Всевышний обещает, что когда мы выбираем его желание, даже в самой маленькой сфере, он откроет для нас, как написано, по сути, который говорит, он откроет для нас наши сердца. Человек, который открывает для Бога маленькое отверстие, как в ушке у иголки. Бог расширит это отверстие, как вход в огромный зал. Поэтому он говорит, что человек должен, в английском это называется, seize the moment. Что значит уловить момент? Не пропустить момент, когда Всевышний хочет ему помочь. раскрыть вот эту маленькую дырочку в ушке иголки, вот это маленькое желание, которое у него появилось, которое раскрыть его, помочь, ухватиться за этот момент, когда ему помогает Всевышний, чтобы он совершил полноценную чугу. Сарказм нельзя говорить? Это считается какого-то мора. Как это еще? Это... Да, это сарказм считается неправильным. Подколывать это неправильно. Вообще? Ну, это унижает. Был... Лев Кацин рассказывал, когда он брал своих учителей, он брал себе одного учителя, Вишибу, правильно? Ребе. И он спросил у других, оттуда он приходил, так ему сказали, что он очень умный, очень хороший, но у него он обязательно где-то кого-то очень может сильно уколоть. И когда он пришел на интервью, особенно на нашего президента заказом это не играть же это просто как-то так сказать опять если я хочу что мне если мне такое замечание сделать у меня с этим проблем не будет может быть это женщины и мужчины в этом смысле и абсолютно разные то что мужчины мужчине по барабану речной как ты можешь такое сказать не причем не обил и чего я сказал и так не так посмотрел и что смотреть поэтому человек должен научиться делать хорошие замечания кто окей он грамм или статус это его слабость он умный он смекалисты у него логика у него все хорошо и ничего он этим пользуется но неправильно но он сам этого не понимает что это неправильно он ждать же так надо он я не думаю что он его взял на работу и как мы не учимся что то мы все учимся опять у всех есть и рамы обучают пару дней назад мы что сказали когда рассказывают о праве не говорят обычно о последних годах из жизни когда они уже всю жизнь проработали над собой исправили себя все что моим горло он был такой а чё было раньше были равен и виды выдающиеся равен и которые учили туру в голову ничего не заходило в детстве я не помню его имя она он пошел в лес и он плакал он плакал 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 часами говорит священ как я сижу с друзьями они за минуту схватывают гомору а до меня не доходит до меня не доходит потом у него открылась за его просьбы за его молитвы за его желание что не сдавался и желание это делать опять это было у него как у аврааму вину как у сарае меню не могло по природе не могло у них без детей он по природе родился с такой головой даже можно на горе сена 40 не учил тору отсюда заходил отсюда выходил за то что не сдался на зароковой день бог ему это дал в подарок но это очень хорошо правильно когда правильники было прошлое у каждого конечно было есть будущее чтобы он не сдавался поэтому говорит именно смотрите как он делает замечание он говорит правило в кламе он здесь пишет так этими маленькими шагами мы подходим к всевышнему откуда мы это видим мы каждый день три раза в день перед тем как начать шмона и сре мы идем три шага назад три шага вперед вот эти три шага вперед три раза в день они соответствуют трем разом когда в танахе написано слово ваигаш первое написано это право рама вину когда он готовится к встрече к саву второе написано ваигаш и лав югуда когда югуда готовился ко встрече с йосефом или подошел к йосефу обратился к йосефу и третье написано про ильям а на ви в первой книге малахима 17 глава 21 пасук что это и он обратился к нему это три раза как который написано это в танахе в таранове мекту и и это показывает какие мы шаги делаем здесь а пол метра нет маленькими маленькими шагами мы подходим к всевышним и он говорит несмотря на то что всевышний везде мы делаем умышленно три шага вперед для того чтобы продемонстрировать наше желание приблизиться как ним к нему стать к нему еще ближе всевышний везде для чего-то три шага мне это надо знать что я показываю дима то что я хочу стать ближе мы сказали известный пример наших мудрецов каждый год царь выходил из своего дворца для того чтобы посмотреть как живут его жители его граждане его страны однажды очень бедная бедная пара была проинформирована есть сообщили что в этом году царь их посетит посетит их семью что сделал муж муж сразу начал готовиться стал лить красить улучшать как-то свой свою квартиру свою хижину разваливаются жена чё говорит зачем это все надо мы живем вот так мы живем это то что есть хотя обычно в семье это наоборот хотя в жизнь обычно жена хочет все поменять а муж говорит зачем как ракушинга теле купили этот чайник 20 лет назад во время свадьбы жена надо его выкинуть чем уже работает зачем чайник менять его поставил уже кипятину ему же 20 лет не надо мне зачем но здесь он конечно был наоборот он говорит муж готовится а жена говорит зачем это надо то как есть только зачем говорить зачем фальшивить зачем фальшивить есть притворяться есть то что есть зачем показухой заниматься что сказал ее муж муж сказал в этом и point point в том что показать царю что мы готовились к его приходу что нам приходе его важны что мы его ценим поэтому мы хоть что-то должны сделать поэтому неважно в каком духовно на каком духовном уровне человек находится в течение года где бы он не был мы сказали это нам на пользу когда мы делаем маленькие шашки в нашей чуве к подходу крошина ем кипур когда мы ждем визит от всевышнего от царя царей к нам три поинта которыми следующее дальше он советует чтобы как мы сказали эффективная чувак требует знания необходимых аллахот поэтому и затажем завтра мы начнем с вами второй урок аллахот это называется один шаг за шагом на пути чувы три пункта который мы сказали сегодня лучше делать постоянно маленький митвот чем иногда делает большими вот человек который ставит себе небольшие цели он быстрее добьется успеха и быстрее построить и добьется более больших изменений и третьим мы сказали всевышний увеличивает силу маленьких шагов маленьких усилий как мы сказали человек делать маленькие усилия бог его увеличить как мы сказали человек открывает ушко отверстие для всевышнего как ушка иголки бог открывает его как вход в огромный зал поэтому даже маленькие шаги которые мы делаем севышний дают им огромный усилий в бароку одному наиллах аминь аминь аминь